Доброго дня, добрые люди! Получила я вчера 12 выпуск Бурды и спешу вместе с вами его полистать. Усаживайтесь поудобнее, этот выпуск стоит того, чтобы полистать его с чувством, с толком, с расстановкой. Вот он появился наконец. Не знаю почему, я особенно ждала этот выпуск. Ожидалась с нетерпением чего-то волшебного. Как-никак выпуск декабрьский, а в декабре по традиции случаются чудеса. Посмотрим сейчас с вами, что же такого чудесного есть в этом номере и есть ли. Обложка выглядит очень праздничной. Судя по статьям в интернете, которые советуют в чем встречать предстоящий год тигра, это платье идеально подходит и цветом, и фактурой, и непринужденностью. Волшебство тут начинается с первых страниц. В качестве подарка предлагают сшить пенал с резинкой, чтобы надевать на органайзер и иметь всегда под рукой канцелярию. И мешочек для игры. Я в такую игру не играла, а мешочек можно сшить и применять для упаковки подарков. И вот он, тот самый праздник, которого душа уже требует. Я обожаю Рождество и Новый год, и всю эту суматоху с ними связанную. Тут, конечно, не фэмили лук, но так гармонично все подобрано, что глаз радуется. Первая модель этого номера, это миленькое платье на девочку 132. Две точки сложности. Размеры 104-128 из хлопка с ретро-принтом. Рукава фонарики, крой ампир и бархатная лента сделали свое дело, добавив платье идеальности и универсальности. Из светлого хлопка это будет ночнушечка, из бархата платье в пир, а из, например, хлопка с узором платье в мир. Рядом шерстяная юбка выше колена 106, две точки сложности в размерах 36-44, с имитацией запаха на поясе и молнии сзади. Юбка на подкладке и у подкладки запаха нет. Приятно и нежно смотрится в этом цвете и со свитером. И несмотря на то, что декорации далеко не зимние, образ все равно настраивает на зимнюю романтику. А здесь журнал решил нас порадовать мужской моделью. И это неформальный расслабленный пиджак Соко. Однобортный с лаконичным воротником, лацканами, двушевный рукав, закругленные борта и непринужденные накладные карманы. Я готова оды петь этому пиджаку, хотя мне бы хотелось такой пиджак еще и в меньших размерах. На сына нужен 42-44, а так только на мужа и брата пойдет. И давайте по цифрам пройдемся. Модель 120, три точки сложности, размеры 46-54, сшит из смесовой ткани с шерстью. На соседней странице мы видим неотъемлемый атрибут зимних праздников, бархатное платье. С драпировками в шикарном зеленом цвете. Платье 113, размеры 34-42, три точки сложности на подкладке. Асимметричные драпировки по горловине, а по талии они как раз нужны, чтобы можно было лопать оливье в празднике и не беспокоиться, что что-то может вдруг торчать. Длина мини, узкий рукавчик, платье как будто бы простое, сдержанное и вместе с тем с изюминкой. И в дополнение к кулуарному пиджаку дают брюки на кулиске 121 с прорезными карманами по типу джогеров. На мой взгляд, точечное попадание, это так удобно выглядит и к тому же прилично, как то, в чем можно приятно и комфортно для тела сходить в гости, имея при этом благопристойный вид. То самое камильфо. Размеры 46-56 и несмотря на простоту выкройки, тут три точки сложности из-за прорезных карманов и отстроченного пояса с резинкой. Дальше нам дают возможность попробовать себя еще и в вязании. Предлагают связать уютный пулловер. Да, видимо в этом видео будут много раз повторяться слова уютный и комфортный. Свитер 134 на размеры 48-50 и 56-58. Описание работы и схема рисунка присутствует, все как надо. Единственное, что показалось странным, это отличие узора на техническом рисунке в готовом свитере. Похоже, никто по этой схеме свитер не вязал, взяли готовый для фото и уже имеющуюся схему свитера к нему подобрали из закромов. Не осуждаю, просто наблюдение, это довольно распространенная практика в журналах. Рядом платье в клетку из фланели 103 в размерах 36-44, три точки сложности. Модель на тему платья-рубашки. Прямоугольная манишка спереди, тому подтверждение. Воротничок стойка, прямой узкий рукав. Отсутствие дополнительных деталей и замысловатости делают платье аскетичным и не отвлекают внимания от персоны, которая надела это платье. Такая выкройка хорошо подойдет для ярких, замысловатых принтов. На этой странице пара детских вещей. Это спальный мешочек 133 на размеры 56-86 с двумя точками сложности. И пальто 129 из смесовой шерсти на размеры 104-128. Оно двубортное, с накладными карманами, кокетка по спинке, воротничок Питер Пен и хлястики по рукавам и спинке. Что добавляет пальто изящества и стиля. С детства вот такими вещами и вот такими деталями можно прививать чувство вкуса ребенку. А складка по спинке добавляет еще и свободы в движениях. Рядом кашемировое пальто в приятном миндальном цвете 109 в размерах 36-44 с двумя точками сложности. В эпоху оверсайза и утрированных плечей это пальто сильно выбивается из привычной картины своей лаконичностью, женственностью и я бы даже сказала кукольностью, что добавляет крой Ампир и воротничок Питер Пен. Нагрудные выточки уведены в плечевой срез, что тоже довольно не распространено сейчас. Ну и двушовный рукав, карманы в боковых швах и кнопки в качестве застежки. В этом образе выглядит все довольно эстетично, хотя я всегда воздерживаюсь от сочетания бежевых и серых оттенков. Продолжая рождественскую тему, нам снова дают выкройку брюк 121, уже из вельвета с эластаном и без шнурка на поясе. У брюк приятный базовый цвет и универсальный крой, можно будет надевать такие брюки по любому поводу. И из супер легкой в пошиве рубрики нам дают пловер с цельнокройным воротником стойкой 115, размеры 36-44, прямой крой, спущенное плечо, рукав на манжете, плюс поясок для обозначения талии. Сшит из вязаного трикотажа, удобный, комфортный, теплый свитерочек. Когда нет времени вязать, то можно шить такой семью швами, я посчитала. О тонкостях работы с таким трикотажем я как раз недавно рассказывала. Тут еще одна детская модель, вязанный кардиган 135 на размеры 110-116 и 134-140. Абсолютно универсальный, подойдет как на мальчика, так и на девочку. Этот кардиган с норвежским узором предлагают нам связать по инструкции. И что интересно, так это у Бурды есть отдельный журнал с вязанными изделиями, но они решили и в швейный журнал поместить вязание. Ну все, праздник закончился и начались каникулы, которые можно проводить в пижамах. Выкройки пижам дали на всю семью. Модели универсальные, поэтому можно шить мальчикам, девочкам, мужчинам, женщинам. Детские модели размеров 104-128. Это лонгслив из трикотажа 130 с одной точкой сложности. И брючки с кулиской и шнурком по поясу из фланели 131 с двумя точками сложности, у которых карманы в боковых швах имеются. Пижама на взрослых дана в размерах от 44-46 до 52-54. Рубашка непростая в пошиве, три точки сложности. Мужская модель из фланели с двумя накладными карманами, женская модель из шелка с одним нагрудным накладным карманом. К тому же с пояском, кантом по воротнику, бортам, рукавам и карману. Карманы, конечно, можно как угодно пришить, хоть сразу все на одно изделие. Это уже дело вкуса. А пижамные брюки напротив очень просты в пошиве. Тут нам рассказывают про закулисье съемок. А конкретно про дом, в котором проходили съемки, который можно арендовать за 2 с лишним тысяч евро за ночь. Куда можно еще и завтрак заказать. Кстати, недалеко от нас эти домики располагаются территориально. Дальше, снова спальный мешок для малютки, но тут уже описываются правила участия в розыгрыше вот таких швейных машин. Можете навести камеру на вот этот QR-код и поучаствовать, кто не будет покупать этот журнал. Смысл в том, чтобы сшить спальный мешок для Бэвика и отослать его по адресу, потом ждать, выиграешь ты или нет. Тут сразу мастер-класс в картинках по пошиву этого спального мешка. Дальше. Здесь стилизация того самого пиджака-саков повседневность с джинсами, с джинсовой рубашкой, с шарфом. И мастер-класс по пошиву брюк 121. Доступно показано, как сделать прорезной карман с листочкой. Красно-черную коллекцию собрали нам в качестве отражения актуальных трендов. Тут у нас жакет 108, на базе которого построили пальто 109, размеры 36-44, две точки сложности, накладные карманы, двушовный рукав, обтянутые пуговицы, отличный базовый жакет. А подобные кожаные шорты часто мелькают в журнале, наверное, это намек, что пора шить такие. В девятом выпуске есть похожая модель 113. Дальше тигровый красный принт, реализовался в пуловере 117. Размеры 72-88, одна точка сложности, тут у нас кофточка для новичков, так сказать. Тут и правда нужно проложить минимальное количество строчек, чтобы получить такую вещь с вырезом лодочка, цельнокройным рукавом летучая мышь, себе в гардероб. Довольно празднично выглядит, такой рукав всегда эффектно смотрится. Рядом макси платье 102 из вискозы, размеры 36-44, три точки сложности, снова манишка на пуговицах, воротничок стойка и сборка по груди. Я уже говорила ранее, что эта выкройка хорошо подходит для сложных принтов и это платье тому доказательство. Непростой принт легко вписался в эту выкройку. Свободное, удобное платье можно носить с ботинками, свитером и пальто. А если выбрать светлый отрез, мелкий цветочек, то получится отличная ночнушка. Дальше журнал дает выкройку на низкий рост, блузка из вискозы 101, размеры 17-21, две точки сложности, вся соль или даже сахар в оформлении низа рукава встречными складками и романтичным бантиком. В остальном все лаконично, просто, прямой крой, вытачки по груди, горловина и застежка сзади обработаны обтачкой. Рядом брюки из полиэстера 107, две точки сложности, размер 34-42, приточной пояс, вытачки спереди и сзади, молния в боковом шве и разрезы по бокам, снова украшенные бантиком. Разрезы сейчас как раз на пике актуальности, только мне хочется их сделать спереди, можно разрезать брючину по стрелке и оставить внизу разрез, зашив его сбоку. Как раз разметка стрелки есть на выкройке, не нужно будет высчитывать середину самостоятельно. Здесь нам дают выкройку блейзера 110, размеры 36-44, три точки сложности. Блейзер посажен по фигуре, отрезной по линии талии, горизонтальные карманы с листочкой в шве по этой самой линии талии, двушовный рукав и цельнокройный воротник, сшит из габардино сочного красного цвета. Блейзер дополнили брюками-дудочками со стрелками 104 с интересной деталью спереди в виде ремня. Брюки на размер 36-44, три точки сложности, по бокам карманы, сзади выточки и спереди молния с гульфиком. Такой костюм максимально приближен к классике, за неимением отличительных трендовых акцентов. Рядом блуза из вискозы 114, размеры 34-42, три точки сложности. Снова мы видим эти драпировки по талии и горловине, но уже с коротким рукавчиком. Очень нежный принт тут выбрали и идеально вписали блузу в образ. И опять пальто 109, размеры 36-44, две точки сложности, сшито уже не из кашемира, а из смесовой ткани с шерстью. На мой взгляд, эту модель несколько простит такая клетка. И вот здесь еле заметные наплывы образовались. Немного просчитались длиной подкладки, наверное, у меня тоже так было на одном пальто. Рядом миди юбка с имитацией запаха 105, размеры 36-44, две точки сложности, сшита эта юбка из жаккарда с животным принтом и клеткой. Интересная ткань, не сложно будет сочетать вещи из такой ткани, если шить. И финальное миди платье из красно-черной подборки 112 из сатина. V-образный вырез по полочке и спинке, асимметричные драпировки, узкий рукав, молния сзади и расклешенная юбка. У этой модели много деталей во время пошива, скучно точно не будет, оно еще и на подкладке. И вот они, вечерние наряды. И сразу же платье сестра предыдущего платья. Из отреза с нашитыми геометрической россыпью по всей поверхности черного цвета. Как раз, чтобы блистать и даже затмить кого-нибудь, ведь ко всему прочему оно еще и своими руками сотворенное. Дальше брюки с разрезами, снова брюки 107, размеры 34-42, две точки сложности и этот вариант уже сшит из трикотажа. А бантики на разрезах решили убрать. Вот такие удобные брюки на выход и впервые в мир, как говорится. Рядом пуловер с цельнокроенной горловиной, снова пуловер 115, размеры 36-44, супер легкий в пошиве, сшитый из вязаного трикотажа. Однозначно можно сказать то, что выбор ткани 90% того, в какой категории будет относиться впоследствии вещь. На праздник или в магазин. Конечно, можно и в магазин, как на праздник. Но вы понимаете, о чем я. Есть просто вещи, а есть вещи, цепляющие взгляд. И выкройка играет, конечно, вторую скрипку. Первая достается ткани, как ни крути. Еще раз блейзер 110 и юбка 106, размеры 36-44. Тут их решили породнить выбранной тканью, то есть жаккардом. И получился отличный дуэт. Тут тоже ткань сделала свое дело. Блейзер, кстати, застегивается по талии на крючок. Вот есть в этом что-то особенное, в этих крючках. Блуза 101. Рядом красуется. Простая лаконичная выкройка засияла новыми гранями, благодаря принту. К такому принту уже нужно подбирать, конечно, образ. Это не базовая вещь. Не везде впишется. Дальше шубка по выкройке 108. С красивущими пуговицами, которые толком тут не рассмотришь. Но мой сорочий глаз уловил, что там что-то такое блестящее, красивое. Размеры 36-44, три точки сложности. Отлично подходит этой выкройке и искусственный мех в том числе. В образ добавили брюки, похожие на джоггеры. Но смотрится все равно довольно ярко и празднично. Рядом платье с обложки 116 в миди длине на размеры 72-88. Легкое в пошиве платье, но сомнительное в носке. На фото везде руки подняты, тело изогнуто. А если нормально ходить, стоять, будет ли оно придавать имеющемуся силуэту выгодно подчеркивающих линий? Или напротив, тут, конечно, вопрос. На этом вечерние наряды закончились. И дошли мы до плюсовой подборки. И сразу порадовали отличной выкройкой удлиненного двубортного пиджака. Не могу назвать его жакетом. Это вот прям такой пиджак. В размерах 46-54. Тут собраны все обязательные детали кроя классического пиджака. Отчего и 4 точки сложности тут нарисовались. Сшита из полиэстерос эластана. Несмотря на рельефные швы и шов по спинке, модель довольно свободная, но без активного оверсайза. Аккуратный воротник на стойке. Спокойные лацканы, шлицы по рукавам на пуговицах и шлица по спинке. Еще больше изысканности этому пиджаку и образу в целом добавляют прорезные карманы в рамку с клапаном. Интересно, что к строгому пиджаку добавили белые вязаные колготки. Очень цепляет глаз. Далее идет миди платье из твила. 124, две точки сложности. Лаконичная V-образная горловина придает изящество шеи, закрывая все, что нужно закрыть. Свободный крой, удобные рукава, фонарики и вытачки по груди. Такое платье отлично послужит базой в гардеробе, если сшить его из ткани спокойного цвета. И вместе с тем сложный, обращающий на себя внимание принт, эта выкройка тоже выдержит и на выходе получится акцентная вещь в гардеробе. На следующей странице в дополнении к пиджаку 128 шили брюки 123. Две точки сложности оправдываются тем, что молния спереди это обманка. Предполагается, что резинка, которая продета в пояс сзади, справится с процессом надевания и снятия брюк. И сама выбранная ткань тоже растягивается за счет содержания эластана в составе. Поэтому не должно никаких проблем возникнуть с этим делом. Сзади брюки на кокетке, там же карманы, спереди по бокам тоже есть карманы и к низу брюки расклешенные. Очень спокойный аристократичный образ. Здесь у нас юбка в миди длине 126, две точки сложности, выточки спереди и сзади, в боковом шве молнии, сшита из купры. Отличная выкройка для юбки из искусственной замши или кожи, на мой взгляд. И опять тут вязаные колготки, как нам надевали в садике. Здорово, что появилась такая тенденция. Рядом футболка с цельнокроеным рукавом 3 четверти 122 из футера, которую можно надеть как на спорт, так и в офис. Универсальная вещица и простая выкройка. Туника 125, две точки сложности. Снова V-образный вырез, выточки по груди, но прямой рукав и декорация в виде ряда пуговиц по бокам туники. Подвязали поясочком и вполне интересно смотрится такая туника с юбкой. А с брюками будет смотреться еще привычнее. Рядом пальто 127 с двумя точками сложности из махера на кнопках. Выточки по груди и горизонтальные карманы в шве, проходящем чуть ниже талии. Нечто похожее мы с вами уже видели в 10 выпуске на размеры 34-44. У этого пальто мягкая линия плеча со слегка спущенным плечом, я извиняюсь за тавтологию, силуэт напоминающий кокон. И отсутствует воротник, что сразу определяет температуру, при которой можно будет носить такое пальто. Оно даже без подкладки. Подкладка только на рукавах для скольжения. А вот и все. Я жду от бурды выкройку стеганого пальто или куртки с капюшоном. Намереваюсь когда-нибудь сшить себе такую очень теплую вещь. Тут предлагают сшить сапожок ко дню святого Николая. И анонс на следующий выпуск. На следующий год. Так, стеганой куртки с капюшоном нет. Но это не точно. Поживем, увидим. Надеюсь, вы отлично провели время в моей компании. И увидимся в других моих видео. До скорой встречи. Пока. Я сейчас вам покажу, как устроен наш журнал. Тут у нас в конце еще есть вот такой журнальчик, который можно вот здесь оторвать по пунктирной линии. Этот журнальчик открепляется от основного журнала. И можно хранить только его, экономя место. Потом дальше тут технические рисунки все на одной странице. Ну и пошли инструкции. Выкройки также прикреплены вот здесь, посередине этого журнала. Но я все равно храню весь журнал полностью. Не могу я оторвать, взять, порвать что-то и вот это выбросить. Это мне очень странно. Спасибо.